Он к Кадырову относится как к прокладке путинской, вот как он к нему относится и правильно делает. Виктор Смирнов, Тумсо, добрый вечер. Ты уже довольно долго живешь за пределами Чечни, ты уже видел все блага, так сказать, цивилизованного, продвинутого мира. Несложно ли тебе будет вернуться обратно к себе на родину? Человек такое существо, которое адаптируется под любые условия, поэтому, ну может быть, ты знаешь, какие-то трудности, какие-то неудобства ты будешь испытывать, но они компенсируются, эти неудобства компенсируются вопросами, какими-то благами, которые ты получаешь. Все-таки находиться в кругу своих родственников, друзей, в кругу своего народа, своих обычаев, какой-то привычной для тебя обстановки, ауры, это, я думаю, это компенсирует. Но я бы хотел вносить вклад и внести в итоге вклад в развитие своего народа, своего государства в вопросах облегчения жизни людей. Как раз-таки это очень большой плюс, что огромная часть нашего народа, оказавшись за пределами России, как ты заметил, да, оказавшись в цивилизованных таких странах, где очень многие вопросы обыденной жизни людей приведены в порядок. Мы здесь это увидели, мы знаем, как должно быть, как может быть. И благодаря этому, вот этот вот, когда этот пласт людей вернется обратно, а их очень много, это не сотня там, не две сотни, это сотни тысяч людей. Вы представляете, это огромное количество. Они когда вернутся обратно, и они знают, как должно быть, они будут тем двигателем вот в этом направлении, в направлении улучшения. Это не значит, что те, кто не выезжал, они не хотят улучшать. Они тоже хотят, но они, просто они не видели, как это бывает, и они могут не знать этого. А здесь как бы люди уже видели, они знают, в каком направлении нужно двигаться. Я имею в виду сейчас не вопросы там какого-то, знаете, какой-то политики там и так далее. Я имею в виду вопросы обычной, обыденной жизни, отношений государства с гражданином. То есть, любые вопросы оформления каких-то документов, получения каких-то социальных льгот, выплат. В общем, вот все, что касается каждого человека и каждый день. То, как взаимоотношения полиции с участниками дорожного движения и так далее. Это очень много таких моментов, которые для россиянина вообще, не только чеченцы или кавказцы, а вообще для россиянина. Для него, например, обычно, что он едет по дороге, стоят какие-то гайеры, гаишники с какими-то полосатыми там палочками. И могут тебя остановить для проверки документов. Какие-то разговоры вы нарушили. Вы представляете, что здесь такого вообще нет? Нет такого понятия, как гаишники, стоящие на дороге, останавливающие. Редко бывает, что там где-то в каком-то месте может встать полицейский патруль и вести мониторинг скоростного режима. Либо вести мониторинг, допустим, мобильных телефонов. То есть разговаривают люди по мобиле или нет. То есть это вообще редкие какие-то случаи. Так чисто ездят патрули, патруль тебя может остановить. И вот патруль, это здесь патруль может все. Здесь нет такого, знаете, типа причина остановки. Вы что-то там покажите, ориентировку. Ничего, полицейские, полиция это здесь очень уважаемый человек, уважаемая контора. И если полицейский тебя остановил, то все, ты полностью в его власти. Он может проверить тебя, проверить машину, обшмонать все-все-все. И у тебя нет ни малейшего, не бывает переживания, что этот полицейский тебе что-то подкинет. Вот в России, как только что-то такое происходит, нам надо сразу свидетелей, камеры. Здесь ты не переживаешь, ты знаешь, что он тебе ничего не подкинет. Но если он что-то у тебя найдет, то да, это будет для тебя проблемой. Но вот именно какой-то подлости ждать тебе не приходится. Поэтому много таких моментов, которые очень позитивные здесь. Особенно вот в таких странах, как Швеция или Швейцария. То есть те страны, которые вообще не воевали ни в первую, ни в вторую войну. То есть пока большинство народов, значит у них был рост, 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 потом война. Война это по-любому упадок. Она приводит в упадок экономики, все сферы. И вот если выстроить график, то вот он идет, потом война вниз ушел. Потом обратно начинается этот рост. То вот в таких странах, которые не воевали, у них стабильный рост. У них не бывает от этих провалов. И они как бы все это время, пока мы там что-то воевали, в проблемах были, они все это время развивались. И поэтому здесь практически все сферы жизни, они упорядочены. И из этих стран можно поэтому черпануть очень много полезного. Чтобы потом это реализовать у себя на родине. И не надо стесняться этого. Типа, как бывает, что-то там скопировали, слезали. Абсолютно в этом нет ничего зазорного. Наоборот, надо именно хорошие какие-то вещи нужно перенимать. Не стесняясь. Надо прям навязываться. Дайте нам, пожалуйста, научите нас, продайте нам. Если нет возможности купить, давайте мы вам что-то в обмен, что-то там предлагать. Понимаете? Но наоборот, в этом вопросе нужно быть таким занудой и навязчивым. Но для своего народа делать все возможно. Это не значит, что в таких странах все бывает четко. Бывают некоторые моменты, как, например, допустим, я могу отметить, что Грузия, наверное, в моем топе, Грузия это лидер по вопросам вот этого вот оформления документов и так далее. Там все это гораздо круче, чем в европейских странах устроено. Вот этот дом юстиции при Саакашвили, который был, дома юстиции даже, которые были внедрены в Грузию. Это очень крутая вещь. И если бы у меня была бы такая возможность, я бы был таким ответственным чуваком в государстве, который может такие проекты реализовывать. Я бы именно с грузинами сделал бы коллаборацию, у них прям это все... Ну, договорился бы, чтобы, я не знаю, они нам это подарили, либо за какие-то там, может, что-то там взамен что-то дать и так далее. Но чтобы у нас реализовать вот такую модель, эти дома юстиции, это действительно очень крутая вещь. Как думаете, как может повлиять смерть королевы Англии и приход Чарльза на трон, на мировую политику? Ну, не знаю, я не мастер делать такие прогнозы, а тем более в вопросах, касающихся там Британии и так далее. Это вообще не моя тема. Поживем, увидим. Насколько я понимаю, в Британии ни король, ни королевская семья занимается внутренне и внешней политиками. Они скорее такие представительная власть, что ли, я не знаю, как их называть. Но у них же как бы политика занимается, парламент, правительство. То есть там-то демократия, хоть и монархия, но это демократия. Поэтому и вообще как-либо повлияет ли это в целом на политику, ну, я не думаю. Там новый пример, вот это вот может как-то что-то изменить. Хотя это, в принципе, та же самая партия, каких-то серьезных изменений быть не должно. Но человеческий фактор, он тоже, конечно, имеет влияние. Чего будет добиться Эрдоган? Вообще, как он относится к Кадырову? Он к Кадырову относится как к прокладке путинской. Вот как он к нему относится и правильно делает. Именно в этом вопросе он молодец. И вообще турки в этом плане, они себя очень достойно ведут. Как бы они знают, понимают, кто такой Кадыров. В отличие от всяких там арабских вот этих хамиров, шейхов, принцев наследных. Там то ли не понимают до конца, то ли просто им это как-то выгодно. Хотя в чем их выгодно? Короче, не знаю. Но турки молодцы. В этом плане турки ведут себя достойно. Савап. Хрущева похоронили. Брежнева похоронили. Андропова. А, похоронила здесь. Хрущева похоронила. Брежнева похоронила. Андропова похоронила. Черненко похоронила. Ельцина похоронила. Теперь вот и Горбачева похоронила. И этого похороню. Алла Пугачева. Томсо, поставишь лайк Примадонне. Все, от меня лайк Примадонне. Субтитры подогнал «Симон» М "'к수Clintus» Узим意. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» istедinken «Симон» «Ахум�� chol» Субтитры создавал DimaTorzok